Этот урок для иностранных студентов начался со знакомства с архитектурными особенностями приморской сцены Мариинского театра. Здание построено в стиле хай-тек с применением стекла, пластика и металла в 2012 году. Однако оценить красоту одного из самых современных театров России и Азиатско-Тихоокеанского региона многие из ребят уже успели. А вот как устроена его работа изнутри? Что всегда остается за кулисами театра? Если нам нужно перевоплотиться и стать артистом более сложным или может быть фантастическим персонажем, то нам понадобится помощь гримеров. Грим, костюмы, парики в театральной гримерной сразу становится ясно. У артистов есть немало профессиональных секретов, а еще строгих правил, которые необходимо соблюдать. Например, юбка балерины не может быть слишком длинной, есть опасность запутаться во время танца. А оперным артистам нельзя носить костюмы, которые закрывают шею. Ничто не должно помешать исполнению партий. Конечно, студентам рассказали и об особенной обуви балерин – пуантах. Балерине может понадобиться несколько пар пуантов за неделю, в зависимости от интенсивности репетиций. Но они изготавливаются на заказ. Из слоя мешковины производят вот эту коробочку. Да, вы слышите. Это кажется, что дерево, но на самом деле это не дерево. После гримерной закулисы там студентам раскрыли секреты механизмов работы сцены залов Мариинского театра. В малом портер трансформируется в единое со сценой пространство. Сценическую площадку также можно изменить в зависимости от постановки. Большой зал вмещает более 1300 человек, чтобы качественный звук был обеспечен каждому зрителю. В нем должна быть идеальная акустика. Ее создают натуральные материалы, которые использовали при строительстве и отделке зала. Наборные деревянные панели из филиппинской сосны и вантовый потолок без применения металла. Клавир. При помощи клавира, он даже по названию напоминает клавиши. Это специально для того, чтобы можно было переложить музыкальное произведение на фортепиано. Ребята также выучили и обсудили музыкальные термины, заглянули в репетиционные залы артистов. Затем студенты попробовали себя в роли сценографов, собрали макет декораций к балету «Дон Кихот». Именно на эту постановку их пригласили после большого урока. Впечатлениями делились с удовольствием, хотя трудности перевода пока еще возникают. Изучение языка и закрепление уже знакомой лексики и, конечно, знакомство иностранных студентов Владивостока с русским искусством и культурой – основные цели учебно-просветительского проекта «Очарование Тихоокеанской России». Проект недаром называется «Очарование Тихоокеанской России». Мы должны их очаровать, они должны полюбить город Владивосток, нашу страну, нашу Тихоокеанскую Россию. Проект насчитывает уже несколько лет. Мы проводим образовательные программы в Приморском океанариуме, в Приморской краевой картинной галерее. В этом году к нам подключился Приморский кукольный театр. И вот сегодня очередная важная веха – это, конечно, Приморская сцена Мариинского театра. В ближайшее время иностранных студентов планируют познакомить также с цирком и с музеем Тихоокеанского флота. Сейчас Владивосток – единственный город в России, где реализуют уникальный проект. Подобных в других городах пока не существует. Сегодня в разных вузах столицы Приморья обучаются более 5000 студентов из разных стран. Анна Бережная, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.